Израиль нанес новые удары по сектору Газа после того, как палестинские боевики активизировали ракетные обстрелы израильской территории. Напомню, эскалация конфликта последовала после того, как военные Израиля ликвидировали одного из лидеров террористической группировки. Сергей Ауслендер продолжит. Все началось с точечной ликвидации, точнее двух. В Газе прямым попаданием ракеты убит Абу Аль-Ата, командир боевого крыла исламского джихада. Почти одновременно ракета, выпущенная с израильского самолета, поразила дом в пригороде Дамаска. Погиб еще один высокопоставленный боевик этой организации. Исламский джихад, который считается куда более радикальным, чем Хамас, немедленно открыл огонь по израильской территории. Сирены воздушной тревоги зазвучали по всему югу, от Нитивота до Аждода. Обстрелян центр. Над Тель-Авивом и его пригородами перехвачены несколько ракет. Впервые за много лет террористы ударили по Мадиину. Это уже совсем близко к аэропорту. За несколько часов армия развернула батареи железного купола, прикрывая от ракетных обстрелов юг и центр страны. Вот это, например, защищает направление, которое ведет к аэропорту Бен-Гурион. Это самый критически важный и уязвимый объект в израильской инфраструктуре. Есть несколько попаданий в жилые дома. Жителям юга приказано держаться вблизи убежищ. Восьмилетняя девочка в Тель-Авиве впала в кому от шока. За ее жизнь борются врачи. Армия немедленно приступила к обстрелам объектов исламского джихада и ликвидациям его лидеров. Они сейчас прячутся в бункерах на территории сектора. Через границу прямой наводкой бьют танки и артиллерия. Флот блокировал анклав с моря и поддерживает огнем действия сухопутных сил и авиации. Кто бы ни думал, что могут обстреливать наших граждан и сбежать нашей длинной руки, не прав. Мы доказали, что можем нанести хирургический удар везде, где прячутся террористы. Кто бы нам не навредил, мы им ответим. Исламский джихад угрожает возмездием и обещает по традиции открыть врата ада. Лидерам Хамас через египетских посредников передано предупреждение. Не вмешиваться или Израиль начнет их уничтожать одного за другим. К вечеру армия до предела усилила удары по газе, давая понять террористам, что это только начало.